Друзья, сегодня Юлиан Милкис представляет сам себя. Меня зовут Евгений Бычков и я сегодня позволю себе проинтервьюировать моего коллегу и друга и вообще очень хорошего человека Юлиан Милкис, который феноменальный кларнетист, феноменальный музыкант с огромным количеством славных друзей и мы их представляем в наших регулярных программах. Но сегодняшний наш разговор я бы хотел... Юлик, привет, во-первых. Привет, Женя, даже как-то необычно, что мы втроем. Да, не говори, где третье-то, а где, где, что неладное с зумом. Но я сегодня позвал Юлика конкретно в связи с одним событием, точнее с одной датой. Дело в том, что мы уже несколько раз упоминали в наших видеостримах, что Юлиан Милкис, это фактически он был единственным учеником у легендарного джазового и не только джазового кларнетиста Бенни Гудмана. И вот 13 числа очередной день рождения, который мы можем отмечать... Это не день рождения. 13 июня день смерти. Прости, 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 да, прости. Но день рождения только что был. Да, совершенно верно. Я перепутал, прости бога ради. Я знаю, что у тебя был тоже зумовский стрим на английском языке. Но сегодня я бы хотел обратиться к русскоязычной аудитории. Поэтому, Юлик, я тебя буду сегодня интервьюировать. Чудно. Я знаю, что ты очень много об этом рассказывал, у тебя очень много интервью, и я сам делал с тобой интервью для Радио Плюс в аудиоварианте. Вот сегодня такой видео вариант. Я надеюсь, что мы расширим несколько нашей аудитории. Итак, Юлиан Милкис, потомственный музыкант, оба родителя великолепные музыканты, которые эмигрировали, поправь меня здесь, в Канаду в начале 70-х годов, да? В 74-м мы уехали из Ленинграда, Санкт-Петербурга теперь, и в феврале 75-го приземлили сторон. А после чего ты получил грант от канадского правительства, насколько я понимаю? Нет, это было не так быстро. Я еще походил в простую школу. Я в Ленинграде даже школу не закончил. Я еще полтора года ходил здесь в школу, потом поступил в университет на первый курс музыкального факультета и хотел бросить музыку после этого, потому что уровень был серый, это ничего не сказать. Я понимаю, да. Потом мой друг уговорил меня просто уехать в Нью-Йорк, что я и сделал. И ты поступил в Джулиардскую школу, это легендарная. Нет, моя альма-матер это манхэттенская музыка. Манхэттенская, ага. Да, Джулиардская школа, я поступил в аспирантуру. Ага, все понятно. Но я еще раз просто возвращаюсь к этому моменту, потому что он любопытный, он трогательный, он важный, что ты получил грант. Я получил четыре гранта. Вау, от Канады. Да, при том в те годы это были очень большие деньги. Я получил два года от Canada Council. Ага. Это вообще наш ангел-хранитель, эта организация. Я получал по четырнадцать тысяч в год, то есть в начале, в восьмидесятом году это были бешеные деньги. Правда, правда. А потом еще два года я получал от Ontario Arts Council, это тоже было порядка двенадцать с половиной тысяч в год. Это безналоговые, это чистые деньги. То есть ты мог жить и заниматься? Не просто жить, я очень хорошо жил. Плюс у меня я с 1979 года поступил в театр в Нью-Йорке, где я проработал, по-моему, года три. В оркестре? Ну, это не оркестр такой маленький, это главный идиш театр в Америке. И они сейчас совсем знаменитые, потому что они сделали скрипач на крыше, вот в Фиддлеру, на идиш. Ага. И попасть на это невозможно было в течение двух лет, вот до пандемии. Но ты был амбициозен, ты был чистолюбив, ты понимал, что к чему, и у тебя было прекрасное понимание, что такое хорошая музыка и хорошее искусство и хорошая школа. И ты вовсю уже играл на кларните, насколько я понимаю. Как получилось так, что ты со своим нахальством оказался вообще перед очами абсолютного, ну, абсолютного титана, гения, неподступаемого совершенно, вот Бенни Гудмана? Что произошло? Ну, я уже это рассказывал, я думал, что не сотню, а сотни раз на разных языках. Расскажи на русском сейчас. Я не могу сказать, что я нахальный. Я вообще, ты не поверишь, я достаточно застенчивый. Сейчас тоже не так заметно, но когда был в юности, в молодости, я был ужасно застенчивый. Но, видимо, амбициозный и как-то с характером, я не знаю, сейчас сложно уже говорить. А как я очутился перед глазами вот этого великого человека? Абсолютно случайно. Я пришел на урок к моему педагогу, который, вот он мой педагог, он меня всему научил, у которого Бенни Гудман тоже уроки брал. Да, Леон Русианов. У него занимались, это, я не побоюсь сказать, это Леопольд Ауэр Кларлена. Понятно. То есть у него все первые кларнетисты главных оркестров Америки, все солисты, европейцы к нему ездили из Южной Америки. К нему надо было записываться минимум за полгода, потому что просто попасть было невозможно. Вот, и я как-то пришел на урок, это уже, да, я был в аспирантуре. Это 83-е, это я уже был второй год в аспирантуре. И на уроке вдруг мой педагог сказал, я вчера был на концерте, играла такой Вердер трио, Элза Вердер, там, кларнетистка, ее муж скрипач, очень известное трио. И до концерта был Бенни Гудман. Вот, и ему так не понравилось, он, говорит, он так неколлегиально себя повел, он встал прямо посреди концерта, естественно, он сидел в партере, и все глаза были на него. Встал и со страшной вот такой миной, как будто он съел лимон, это видел абсолютно весь зал, вышел из зала прямо во время игры. Вот, и я не знал, что Бенни Гудман живет на юроке. Но как-то, хотя я один раз был на его концерте, это тоже было забавно. Это было в 78-м году, в конце 78-го, это было сорокалетие вот того легендарного концерта в Корнеги Холл, первого джазового концерта. И я уже не говорю, что в концерте играли все великие на тот момент, там и Элафи Джералл пела, и Оскар Питерсон, и Лайонел Хэмптон, и Бадди Рич, и, господи, скрипач выдающий. Грапелли. Грапелли. То есть там были все. И как я проник на этот концерт, уже непонятно, потому что попасть было невозможно, билеты были безумно дорогие. Там был средний возраст, все было за 70, все были в смокингах, дамы в бриллиантах, в черных платьях. То есть незабываемое зрелище. И я к Бенни побежал за сцену. И проник за сцену. Так. Вот. И попросил автограф. Он мне дал автограф. И тут я не нашел ничего умнее, как сказать, а вы знаете, я тоже играю на калорнете. Так. И он на меня так посмотрел, сказал, правда? Мне стало так стыдно вообще, при чем тут я? Вот. И. Но это уже, это прошло, значит, где-то 4 года. 4, почти 5. С того времени. Вот. И я у моего педагога спрашиваю, а может, можно ему поиграть? Потому что я, у меня был дебют через два месяца в Корнеги-Холл. Ага. Вот. И одно из произведений, которое я играл там, это были «Контрасты Бартока». Ага. Который Пенни Гудман заказал у Бартока и записал с ним и с выдающимся скрипачом Йожифом Сигетти. Потрясающе. Да. Да. Легендарная запись. Потрясающая. Где-то это, наверное, конец 30-х. Ну да, понятно. Так. Вот. И он мне говорит, да нет. Ну, говорит, во-первых, он не преподает. Во-вторых, он не любит кларнетистов вообще. Не любит коллег. Он очень жесткий человек, очень закрытый. И к нему просто не пробиться. Ну, вот тут, видимо, все-таки, ну, наверное, я был очень настыдным. Потому что я так насел на моего педагога, что он мне сказал, ну, слушай, ну, как тебе объяснить? Ну, ты не понимаешь. Ну, давай я тебе дам его телефон. Хочешь, позвони, тебя пошлют. И дал мне телефон. Вот. И прошло какое-то время, может быть, в ней пять. И у меня был мой приятель дома. И мы сидели, я ему вот рассказал историю. Он говорит, ну, ты позвонил? Я говорю, да нет, ну, позвоню. Да, он говорит, да ты не позвонишь, испугаешься. И я говорю, да нет, я собираюсь. Ну, говорит, звони сейчас, давай, что ты. Ну, короче, я снял трубку и позвонил. Вот. Но я-то тогда не знал, у него в квартире была секретарша. Он трубку вообще никогда не брал. Вот. И она подошла к телефону. Я каким-то, видимо, заплетающимся языком сказал, что вот я молодой корнетист, я выиграл конкурс, я буду играть в Корнеги. Пенни Гуд мой, мой кумир. И я очень хочу ему поиграть. Я играю в концерте. Контрасты Бартока. Для него написаны. И им записаны с этими музыкантами. Она сказала, я все поняла, я ему все передам. И если он сочтет нужным, он вам позвонит. Так. Все, разговор окончен. Ну, мы еще сидели минут 15-20. И этот мой приятель Саша говорит, ну, слушай, ну, понятно, что он тебе не позвонит. Идем в китайский ресторан. Время было обеда. Где-то, наверное, два часа дня. Вот. Мы буквально, мы уже вышли из квартиры, и я ключ ставил закрывать. И вот раздался звонок. Так. Я вернулся в квартиру, снял трубку, и это был Бенни Гудман, собственной персоной. Вот у него такой схрипотцей был голос. Вот я помню, что у меня подкосились ноги, и я сел на пол. От ужаса. Вот. И он мне стал задавать какие-то вопросы такие. Да, откуда вы, я сказал, из Ленинграда? Да, он говорит, я там играл. Я говорю, да я знаю, конечно. А что у вас в программе? Ну, я его назвал. У меня в программе был, значит, Квинтет Моцарта, Рапсодия Дебюси, Вторая Соната Браунса, и Контраст и Барток. Он мне сказал, молодой человек, вы сошли с ума. Вы играете в самое известное, что написано для кларнета, и оно же самое трудное. Вот. И если вы думаете, что в Нью-Йорке можно кого-то удивить, то я вам сразу скажу, в Нью-Йорке никого нельзя удивить. Я ему говорю, ну, я уже ничего не могу сделать, уже афиши, уже программка. Ну, понятно. А потом мне говорят, а почему вы хотите у меня только Бартока играть? Вы думаете, с Моцартом и Брамсом я вам не буду полезен? Так. Ну, я, конечно, дико засмущался, как-то я даже не знал, что ответить. Но потом он говорит, ну, ладно, значит, это воскресенье. А что, ну, вот, например, что у вас завтра? А в понедельнике у меня был самый тяжелый день в Джулиарде. Так. То есть, там буквально вот с утра и до трех-четырех. Я говорю, абсолютно ничего, я совершенно свободен. Но он говорит, в десять утра, давайте прямо я вас жду, сяду. Он дал мне адрес. Он жил на 65-й улице между 3-й и 2-й Аведю. Прямо за Центр-парком. Чуть подальше. Вот. И, значит, я... Значит, у меня началась такая паническая атака. Я отправил моего приятеля Сашу домой. И стал... И позвонил педагогу моему. И говорю... Я завтра иду к Бенни Гудману. Короче, я просто это столько раз рассказывал. Я понимаю. Укоротить. Он мне очень долго не верил. Потому что он думал, что я разыгрываю. Я всех всегда разыгрываю. Включая его. Вот. И когда он поверил, он мне дал советы, которые оказались все в точку. Первый сказал, к нему нельзя опоздать. Ты не можешь прийти на одну минуту. Если ты опоздаешь на одну минуту, урока нет. Ты в 10 часов утра должен стоять во дверей. Вот. И ты должен быть выбрит гладко. А я тогда брился, когда хотел. Вот. Потом ты должен быть очень хорошо одет. Ни в коем случае нельзя быть в джинсах, в кроссовках и так далее. Это должен быть костюм, галстук. И он сказал, одень шляпу. Он очень любит шляпу. Ну вот, значит, на следующий день, ровно в 10, даже чуть раньше, я был консьерж. Меня пропустил, да, там, консьерж. Я уже не помнил вот этот Энди. Это он мне рассказал, что когда к нему кто-то приходил в дом, то не говорили мистер Гудман. Одним словом, Бенни Гудман. Вот его, конечно, вы Бенни Гудман, да, он ждет. Ну, я не помню, что он мне так сказал. Ну, короче, я пришел, я позвонил в дверь, и вот открылась дверь, и стоит вот этот полубог. Вот, и он первое, что он делал, он посмотрел на часы, на свои. Было ровно 10, и он так... Сработало, так. Оценил. Вот. А второе, он мне сказал, очень красивая шляпа. Сработало. Сработало, да. И вот, меня поразило, что это 10 утра человек у себя дома. Туфли, идеальный костюм, жилетка, галстук. 10 утра. Вот, и когда я вошел, я увидел, там, прихожая, такой диванчик, и стеклянные двери, там стоял рояль, пульт, и я увидел, что там кларнет. То есть, было понятно, что он занимался, к 10 утра он уже занимался. Вот, он, значит, пригласил меня войти, сел на диван, он такой, вообще, очень бальяжник. Все движения, и, как он говорил, это очень интересная история, я буду так перескакивать. Когда я поехал к его дочери, к Рэйчел, она мне сказала, что есть... Еще на тот момент, я не знаю, жив ли он сейчас, это прошло уже три года. Был еще жив его младший родной брат, ему тогда был, по-моему, 101 год. Человек, родившийся в Чикаго. Она мне сказала, что если бы ты с ним поговорил, то ты бы подумал, что он родился в маленьком еврейском местечке, где-то в Польше или в России. Потому что он по-английски говорил с чудовищным акцентом идыш, с интонациями такими, в общем. Вот. Бенни этого страшно стеснялся. И когда он выбился в люди, у него появились деньги, первое он себе нанял профессора диктики, как правильно, дикции. Дикции, да. Дикции из Гарварда. И Бенни говорил очень красиво по-английски. Это был американский английский, но очень красивый. Такой гарвардский язык. Он говорил очень медленно. Очень четко произносил слова и очень правильные интонации. В общем, вот как лекция. А где он учился вообще? Да вообще он самоучка. Ах, вот так? Ну, конечно, он в Чикаго, он самоучка. Но потом он брал уроки, а потом, когда он стал знаменитым совсем, он стал брать уроки у великих. И, например, на тот момент, и я считаю, вот на сегодняшний день, самый выдающийся кларнетист, но он был и первый кларнетист-солист, это был англичанин Реджинал Келл. То есть это Яша Хейфиц на кларнете. То есть абсолютно эталонная игра. И он играл еще и первый, кто стал играть кроссовер. Это 50-е годы, 50-е, 60-е. И Бенни стал у него брать уроки. И он чуть не бросил кларнет. Потому что, ну, это был, во-первых, совершенно другой уровень кларнитолог. У Бенни были большие проколы технологические. Например, у него были всю жизнь артикуляции, проблемы с артикуляцией. Стокката для него это было. Но я хочу уточнить. Он вот пока, как ты говоришь, он был самоучкой. Потом он начал как-то брать какие-то уроки. Он развивался больше как классический кларнетист или параллельно как джазовый? Он именно как джазовый, но он классику всегда он учил, он занимался, и он брал уроки в Чикаго. Но артикулировать он так по-настоящему в понимании очень хорошего кларнетиста. Это не уровень. Например, мне рассказывали музыканты из Чикагского оркестра, он с ними записывал концерт Нильсона. В концерте Нильсона есть знаменитая каденция, где в очень быстром темпе стокката он это играть не мог. Его записывали буквально по две, по три, по четыре ноты и склеивали. Музыканты рвали и метали. Ну, например, если вы слушаете Моцарта, там какие-то пассажи, которые должны быть стокката, он играет легато. И это неправильная стокката. И то же самое в Коплэнде, концерт Коплэнда, который для него был написан, там в каденцию он, конечно, химичен. Потому что так, как это должно быть сыграно, он этого сделать не может. А я ему приносил и Нильсона, и, конечно, Коплэнда для него написанного. И я тогда очень увлекался быстрым стоккатом. И очень часами в день занимался над этим. И у меня хорошо получалось это. В какой-то момент его это дико раздражало. И в какой-то оно... Кумир всего моего поколения был, конечно, Стэнли Дракер. Это абсолютно выдающийся кларнетист, который проработал он в Гиннесе, в книге Гиннеса, он проработал в Нью-Йоркской филармонии что-то типа 65 лет, без которых примерно в 60 он был первым кларнетистом. У него была стокката феноменальная. И он тоже ученик моего педагога. И мой педагог рассказал, что когда он к нему пришел в 12 лет, он говорит, он технически играл вот так, как он играет сейчас. Это был какой-то божий дар. Притом, например, он кларнет держал и держит. Он до сих пор играет в 91 год. Неправильно. Как бы все делает неправильно. А играет фантастически. И Педагог сказал, что я сразу понял, что его нельзя трогать. Что это самородок. Ну вот, и как-то, когда я в какой-то момент выдал в каком-то невероятном теке стоккаты, Бенни так, эх, сказал, ну, ты начинаешь звучать, как Стэнли Дракер. А, окей. Для меня было высочайшим комплиментом. Но не для него. Он признавал и очень любил одного кларнетиста. Это Геора Файтман. То есть он говорил, вот это действительно, и звук, и все. Ну, конечно, Реджинал Келл. Вот это был его кумиром. Но это вообще молодые ребята, с которыми я занимаюсь. Я мало с кем занимаюсь. Но даю мастер-классы и пару ребят, которые уже замечательные. Кларнетисты уже состоявшиеся. Я всех заставлял слушать Реджинал Келла. И для них это было просто как такое солнце. Потому что его... Мы говорим все только о классической музыке пока. Да, 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 классическая музыка. Ну, в общем, вот это был первый урок. Вернемся. Вернемся. Да. И когда он мне сказал, ну, давай играй. Меня трясло просто. Я не могу передать как. Он видел это? Ну, конечно, видел. Я не мог собрать кларнет у меня. И когда я стал пытаться играть, я не мог сыграть даже одну ноту. И он мне сказал, ты волнуешься? И я ему сказал, опять-таки, правильную вещь, которая вот попала. Я ему сказал, мистер Готман, если бы вы были на моем месте, вы бы волновались? И он сказал, думаю, что да. Ему это очень понравилось. И он сказал, ну, ты не волнуйся, разыграйся, я пойду в соседнюю комнату, попью кофе. И вот его не было минут 10-15. Я как-то взял себя в руки, разыгрался. И он пришел, и вот я ему стал играть. Вот. При том, контрасты. Второй мой урок. Вот мы посвятили целиком контрастам Бартака. Потому что я пришел с пианисткой, не со скрипачкой. Ага. Вот. И тогда мы занимались уже контрастами. А тут мы занимались больше Брамсом и Моцартом. Моцарт вообще был его любимый композитор. А Брамс, наверное, второй любимый. Вот. И он как-то очень увлекся. И буквально через 20 минут, полчаса он стал играть. Стал играть. Вот. И это было очень странно. Я это очень хорошо помню. Что я себя буквально щипал за руку. Что я... Да я вдруг понимал, что рядом со мной стоит вот этот человек. Я слышу его звук. У него был совершенно удивительный звук. Ну, в основном в джазе. Но в классике тоже это проскакивало. С такой... С его вибрацией. Вот. И он вообще любил много показывать. Любил играть. Любил. Так. Вот. А деньги... Какие там у меня деньги были? Студент бедный. В общем, там сколько там у меня? Пятьсот долларов в кармане было. И я ему задал вопрос. Господин Гудбан, сколько я вам должен за урок? Вот. А у него музыканты, коллеги, его взгляд, когда ему что-то не нравится, называли луч. Рэй. Потому что, ну вот, в классической музыке этим пользовался Мравинский. Папа рассказывал, что он иногда доводил до инфаркта. Взглядом. Взглядом. Потому что он просто вот так смотрел, скажем, две минуты, не отрываясь, молча. Вот. И вот меня Беннин наградил этим взглядом, когда задал вопрос, что я просто... Я немел и готов был провалиться сквозь пол. Ну, ты должен был его задать в любом случае. Конечно. Так или иначе. И потом мне сказал, я с коллег денег не беру. Вот. И у меня прямо... То есть он признал тебя за своего, в общем, получается? Ну, не за своего, за своего он не признавал никого. Но, как мне сказала вот уже много-много-много лет спустя его дочь, она мне сказала, а как ты думаешь, почему он к тебе так прикипел? Я говорю, да я не знаю, я не считаю, что я как-то играл, ну, очень виртуозно, ну, быстро. Ну, как все. Вот как все хорошие. Так каких-то особых устремлений у меня не было. То есть если бы мне вот тогда показали музыку Кончелли, я бы, во-первых, не мог сыграть. Во-вторых, я бы просто не понял. Вот. И я сказал, я не знаю. Я не знаю, что он во мне увидел. Она говорит, а я знаю. Она говорит, он в тебя увидел талант и то, что вот с тобой случилось потом, он это увидел сразу. Она говорит, что если бы он этого не увидел, ты бы второй раз к нему не пришел. Потому что к нему бывали случаи, к нему приходили клавнетисты, играли. Это были одноразовые варианты. Какой-то там из Швеции клавнетист к нему приходил, еще кто-то. Но он такой. И когда я спросил, а могу ли я к вам прийти снова, он сказал, приходи завтра. И я сказал, а можно я приду с моими партнерами, партнершами? Да, конечно, конечно, приходи. Он был в полном восторге от пианистов. Он сказал, я играл с разными пианистами. Я говорю, я с такой не играл. Это счастливый человек. Она огромную карьеру сделала. Такая Анн-Мари Макдерн. В основном в Америке у нее и фестиваль свой, и с лучшими оркестрами. Действительно потрясающая пианистка. Мы очень давно уже не общались, не виделись. Но вот ей тогда было 18 лет. Потрясающе. И вы пришли, начали играть контрасты. И вот с контрастами. Да, и мы пришли тогда часа два, наверное, провели с контрастами. И потом ушли, и я спросил, а когда? Можно снова прийти? Я уже понял, что что-то такое. Химия пошла. Пошла химия какая-то. Он сказал, сейчас я писаю расписание. Открыл. Ну, говорит, вот через два дня приходи. И вот до Карнеги Холл я его видел очень часто. То есть бывало 3-4 раза в неделю. Вот, а иногда он просто звонил, а это я сразу не понял, насколько он одинокий. Он был просто очень-очень одинокий человек, который плохо сходился с людьми, ни с кем не общался. И ему было одиноко. Вот он мне просто мог позвонить, сказать, а что ты делаешь? А приходи, а кларнет не бери. А вот так даже, да? Да, просто приходи, поговори. Он меня расспрашивал много о Советском Союзе, о Ленинграде, о музыкантах. Ну, я о джазовых музыкантах знал очень много, но о музыкантах я знал достаточно много. Вот, и я тогда этого не понял, но это мне уже все дочь рассказала много лет. Оказывается, он очень стеснялся своего еврейства. А он родом из Польши, да? Нет, он родился в Чикаго, а родители его из-под Киева. Из-под Киева, понятно. Рядом, городок. Понятно. В Киеве его считают вообще своим. Понятно, понятно. И родители практически не говорили по-английски. Дома говорили наидыш. Вот, и когда он попал в так называемый high society, шутливо это, немножко по-другому называл Бродский, да, он страшно стеснялся. Не того, что он еврей, конечно, но вот корней язык, что если там мама, папа приходили на концерт, они по-английски говорить не могли. Вот, и он женился, он попал в аристократию Америки. Он женился на женщине из семьи Вандербюк. Это абсолютные сливки общества, миллиардеры. Вот, у нее было трое детей, она была его старше года на три. Вот, родила ему двух дочек. И его приняли в семью с распростертыми объятиями. Ну, и то, что он, кто он уже был. Ну, вообще, вот эти англосаксы и ирландцы, ну, и евреев в семью это было так. Так вот, его приняли просто с распростертыми объятиями, как родного человека. И с женой у него были прекрасные отношения, замечательно. Его семья не приняли ее. О, Боже. Это мне рассказала дочь. Начинаются эти штучки. Эти штучки, да. Они ее никогда не называли по имени. Они ее только называли Шикса. Понимаешь, что это, да? Расскажи для тех, кто не знает. Да. Шикса Наидыш – это чужая. Не еврейка. Это очень унизительное обращение к женщине. Вот. Он с женой никогда не был у родителей дома вместе. Дочек они видели. То есть, жена, жена из рода Вандербилд не пришлась ко двору. Не пришлась. И семья из-под Киева, которая горит только Наидыша. Красиво. Потому что она не еврейка. Понятно. Ну, вот так. Очень, конечно, это… Ну, сейчас это звучит как-то совсем дико. Абсолютно, да. Но в те годы… Черт его знает. Я не знаю. Я не берусь судить. Но она, Рэйчел, его дочь, она говорила совершенно без обиды. Она говорит, ну, они так выросли. Они так привыкли. Что там это клановость и вот обязательно… Да, и синагога, и все такое обидение было абсолютно нерелигиозным. Вот. Идыш он абсолютно вычерпнул вообще из своего репертуара. Он говорил по-английски, как я уже сказал, замечательно. Вот. И интересно, как он вернулся обратно в Идыш. Вот это очень, очень интересно. Когда приехали они в 62-м году в Советский Союз, выяснилось, что практически все джазовые музыканты были евреи там. В Союзе? В Союзе. Подожди, он был сольным, как сольный гастролер или со своим оркестром? Ну, он был солист со своим оркестром. Со своим оркестром. Ага. И там вот эти молодые, начинающие, очень талантливые, которые вот сейчас в фильме, который, кстати, 12-го будет премьера на канале «Дождь», называется «Троянский джаз». Вот. И там они все фигурируют, они еще живы. Это и Давид Голощокин, и Геннадий Гольштейн. Вот. И единственное, вообще, как он мог, какое-то общение к нему уже подходили, а по-английски никто не говорил. Это был Идыш, и он вспомнил. То есть, он там мог общаться на Идыш, и он мне много задавал вопросов, его это стало интересовать. И буквально уже, когда я с ним занимался, наверное, год, вдруг он меня спрашивает, слушай, кстати, а ты еврей? Я говорю, да. Он сказал, that's nice. Окей. Но вообще, я хочу сказать это, опять-таки, все, что мне дочь рассказывала. Его же, особенно сейчас, в это политкорректное время, как бы из него делают человека, который вот первый пригласил черных музыкантов. В оркестр. В свой оркестр. У него были гигантские проблемы, потому что нельзя было ездить в поезде в одном вагоне. Когда они останавливались в гостиницах, они не могли с ними быть в гостинице, их селили в другое место. То есть, это 30-е, 40-е вот это время, да? Это 30-е. 30-е. Первая половина. То есть, это золотая эра свинга, то, что называется. Абсолютно. Это вот когда он и стал королем свинга. Да. Вот. А он был страшно упертый. Если он что-то для себя решил, все, он сказал, нету Хэмптона и Тедди Уилсона, я не играю. Вот. И всем пришлось это принять. Все. Вот. И началась вот эта эра, когда уже потихонечку-потихонечку смешаны и все. И вот мне его дочь сказала, ты знаешь, вот из папы делаю вот такое, вот, говорит, это все не так. Его вообще не интересовал цвет кожи, его не интересовала национальность, его не интересовала религия. Все, что его интересовало, вот, коллеги, чтобы это были лучшие из лучших. Если это был черный человек, прекрасно, еврей, хорошо. Ирландец не имело никакого значения. Вообще он был очень такой, очень открытый человек в этом смысле. Вот. А сейчас его, как бы, вот, ставят ему памятник, что он первый. Ну, это понятно. То есть он был одним из первых, кто создал фактически смешанный... Первый. 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 Потому что, ну, я припоминаю сейчас, ну, вовсю уже был Луи Армстронг. Уже вовсю... А, черными. Да. Вот это, я говорю, то есть вовсю был Дюк Элингтон, вовсю был Каунт Бейси. То есть Дюк Элингтон еще не был вовсю. А, вот так вот, да, еще? А, окей. Ну, как бы это ни было, вот эти черные свинговые оркестры, но они были черные. Абсолютно. Черные. Конечно. И это был первый момент тогда. А скажи, пожалуйста, вот, между прочим, это интересная тема. Но мы сейчас вернемся к Бенни Гудману. Евреев-то в джазе ведь немного было поначалу. Очень много. Серьезно? Очень много. В Америке? Ну, конечно. Ну, Господи, из великих и Дэйв Брубек. Но это позже. Стэнли Геттс. Позже. Стэнли Геттс. Это 50-е, 60-е. 50-е, да. Евреи были, были. Я имею в виду тогда, вот, когда он начинал, собственно говоря. Были, были, были. А, окей, ну, понятно, ага, хорошо. Мне вообще Дик Хайман рассказал, это абсолютное потрясение было, рассказал, и у него записи есть, скажем, 20-е годы, вот начало 20-х годов, когда вот только начиналось. Он вообще говорил, что джаз как бы разделяется, вот классический джаз. Ну, мы об этом говорили, это очень интересно. Говорили вообще само по себе, да. Да. Что французский джаз – это не Орлеан. Да, 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 да. А этот, что вообще начальные корни из польских и российских местечек. То есть клезмеры. Клезмеры, да. Потому что у клезмеров в составе был всегда солирующий кларнет, кстати. Конечно, всегда кларнет и скрипка, да. Но, естественно, потом это развили, конечно, черные музыканты. Вот когда вот это вот сплелось, это ужасно интересная штука. Это точно так же, как когда русская, я хотел сказать, белая музыка кантри слилась с черным блюзом и получился рок-н-ролл. И получился рок-н-ролл, да, собственно говоря, да. Интересно про Армстронга. Он всю жизнь носил звезду Давида и прекрасно говорил на идыш. Потому что у него была какая-то совсем нищая семья и соседи. Пожила еврейская пара. Его просто кормили он у них общим. Все время был дома. А они говорили между собой на идыш. И он научился вот. Вот, кстати, уже заговорили. Я тебе уже показывал это. Ага. Класс. Класс. Согретный концерт. Класс. Месяц немного не играли. Какой-то 53-й год. Класс. Класс. Ну, вообще, если вот говорить о Бенни Гудмене как иконе джаза, это же было вот время всех легенд. Билли Холидей. Там, я не знаю, Оскар Питерсон. Ну, то есть любое. Нет, намного позже. Намного позже. То есть он был их папой, как бы, да? Да. Мстикально. Конечно. Конечно. Билли Холидей, да. А Бенни Гудмен с ней несколько раз выступал. Вот. И с Армстронгом. У меня было такое впечатление, что Армстронгом немножко как-то побаивался. Они все побаивались. Потому что кто был в джазе богом, вот это уж точно был Армстронгом. Ну, да. Кстати, чудесный человек, очень простой, очень скромный. Какой-то даже есть фильм, где они вместе играют. Художественный. Ну, там от джазовых музыкантов. Какие-то, наверное, сороковые годы. И Бенни Гудмен там поет, кстати. Ух ты, надо же. Чуть-чуть. Он, в общем, был очень талантливый композитор. Серьезно? Да. Ну, немногое, но вот что-то из его репертуара. Это им написанное. Вот. И очень талантливый, конечно, был человек вообще. Скажи, как после твоего дебюта в Карнеге сложилась дальше ваша совместная судьба? Это очень интересно. Он меня спросил, когда у тебя концерт? Я сказал, я же не помню, там был какого-то там 16 ноября. Он писал расписание и говорит, ты знаешь, я не в городе, у меня концерт. Я не смогу быть. А когда у тебя генеральная репетиция? Вот. И я ему сказал, у меня концерт был, скажем, дебют мне же не дадут в уикенд. Какой-то там был день, не помню. Четверг или среда. А генеральная репетиция была в 9 утра в воскресенье. Я ему сказал, что у меня репетиция генеральная в 9 утра в воскресенье. Он сказал, я приду. Я еще думал, ничего себе. Когда я пришел, ну, естественно, были мои коллеги, квартет, с которыми я был пианистка, да. И каких-то друзей, чье мнение я ценил, я пригласил. И сказал, вы знаете, не удивляйтесь, что придет Бенни Губер. Ну, а мне сказали, а это был абсолютно проливной дождь. Ну, они сказали, ну, конечно, ему больше нечего делать. В 9 утра в проливной дождь он придет. И мы в 9 утра начали играть. С квинтета Моцарта начали. И играю нормально. И вдруг я вижу, значит, передо мной пульт, а вход в кармеги вот оттуда, прямо. И я не вижу. Я вдруг вижу мои квартетисты вот так вот вдруг сели и напряглись страшно. И я тогда, я приподнял голову и вижу, что идет Бенни Губер в плаще. Вальяжно, с зонтом. И там был мой друг, которого, я надеюсь, мы пригласим. Он директор фестивалей сейчас и в Америке, и в Испании, и в Италии. Прекрасный пианист. И он был там. И я вдруг тоже заметил, что он сидел, и вдруг он съехал с кресла. Потому что поравнялся Бенни Гудман, он увидел от ужаса. Вот такое он производил впечатление. Еще очень интересно, что когда мы с ним ходили есть только в одно место, он говорил, нет ничего на свете лучше настоящего американского гамбургера и хорошего сингл-малт скотч. Вот. И у него было любимое заведение такое, я даже не знаю, есть ли они сейчас. Маленький ресторанчик на 2-й авене между 65-й и 66-й. Вот. И он меня туда водил. И его, конечно, там все знали. Сразу там у него столик был свой. И второй раз он меня одарил своим этим лучом. Это когда он меня первый раз туда пригласил. Дух заказал мне этот хамбургер роскошный. Что-то мы сидели, болтали и принесли счет, и я полез за кошельком. И он на меня так посмотрел, что опять-таки я готов был просто исчезнуть. Вот. Еще было забавно. Когда он выходил на улицу, то есть ему было пожилой человек, 74-75-76 лет. Сразу была вокруг толпа. То есть я понял, вот что происходило с Битлз. Хотя, ну, пожилой, он был настолько узнаваемый и любимый в народе, что сразу он это очень любил. Он любил давать автографы, он любил со своей улыбкой. Вот. Он меня на каком-то уроке, он меня спросил, слушай, а как ты на жизнь зарабатываешь? Концертов-то, видимо, пока немного. И я говорю, ну, вот я должен, я работаю в еврейском театре. Да, он так оживился. В каком? Фольксбин это? Я говорю, да, Фольксбин. Ой, говорит, так это очень хороший театр. Я говорю, да, прекрасный театр, но это не совсем то, чем я хочу заниматься. И он мне сказал, ну, слушай, я всю жизнь играл джаз. То есть меня это потрясло. Я понимаю, что он, конечно, хотел бы свою карьеру построить на классике. И он себя считал классическим в не меньшей мере, чем джазом. И однажды он мне говорит, а какую там пьесу показывают? Я уже не помню, там всегда хорошие пьесы шли. Ну, я бы, говорит, с удовольствием пришел. Я говорю, ой, у нас, значит, два спектакля в субботу. Нет, два спектакля вечерний в субботу. И в два и в пять в воскресенье. Он говорит, ну, в два часа я бы пришел. Я говорю, сколько вам оставить билетов? Один. Хорошо. Значит, спектакль начался в два. Спектакль начали примерно в 2.30. Потому что как только он вошел в зал, там было столпотворение. Еще тогда не было, к счастью, мобильных телефонов. Все пофотографировались. Вот. И ему просто пожимали руки. И автограф. И просто вот. Вот такая вот реакция. Еще публика, в основном, естественно, в еврейском театре, наидыш. В общем, зрелого и пожилого возраста. Вот. И я помню, что вышел менеджер театра на сцену и сказал, пожалуйста, я очень прошу всех сесть, потому что у нас второй спектакль в пять вечера, и мы не начнем. Вот. И только тогда как-то угомонились. Вот. Ужасно трогать. Но вы потом, у тебя уже сложилась какая-то карьера, вы продолжали общаться, я так понимаю. Да. У меня были как бы, ну, не ляпы, но, например, когда я уже стал концертироваться, стал ездить в Европу. Я как-то, я у него спросил, а я могу в резюме написать, что я с вами занимаюсь? Да, говорит, конечно. Вот. У меня везде биография была написана, что ученик Пенни Гудна. Вот. И импресариум, скажем, в Европе спросил, а ты играешь что-то из его вещей? Я говорю, нет, я же только классическую играю. Я приехал и пришел к нему на урок, и сказал, мистер Гудн, вы не будете возражать, если я написал две-три ваших пьесы? И он страшно возмутился. Почему? Ну вот, он сказал, слушай, занимайся своим делом. Ах, вот так. Да, ты замечательно играешь классику, и не лезь, так сказать. Ах, вот так вот. И я, естественно, интересно. Первый раз, я дома всегда увлекался, но публичный, я первый раз стал играть джаз, не раньше, чем через 10 лет после его смерти. Вот так вот. А как последние годы его жизни, как у вас складывались отношения? Сейчас скажу, второй год мы практически не виделись, он очень болел, он был в страшной депрессии, у него была операция на желудок, и он все время думал о смерти, это было понятно. А третий год, год, когда он умер, ну, я считаю, сезонный год, он, во-первых, был в потрясающей форме, он хорошо выглядел, у него были отношения после смерти жены, у него появилась женщина, намного моложе, совсем молодая, которую он полюбил, и она его любила, она была из индустрии высокой моды. Очень успешно, я не помню ее фамилию, мне называла дочь, ну, то есть, у них была, у каждого своя квартира, но они практически все время вместе были. Вот, и он был в прекрасном настроении, и он замечательно играл. Я же вот слышал то, что рядом со мной играл, это просто вот как у молодого, энергия, вибрация, все, звук, все пластально. И я к нему зашел, я улетал как раз 30 мая в Европу, в его день рождения, но у меня был полет вечерний какой-то, и я к нему зашел с утра, просто принес букет цветов, поздравить с днем рождения, он занимался, вот, и мы чуть-чуть буквально посидели, в прекрасном расположении духа, у него должно было быть турне, что-то типа полгода, огромный тур, сначала Америка, а потом он говорил, что в Европу тоже собирался ехать, первое деление Квинтит Моцарта, я на таком одном его концерте был, очень прекрасно было, и второе деление джаз, с квартетом своим, трио, вместе, значит, рояль, контрабас, ударник, и мы попрощались, и я улетел, и в Германии, во время репетиции, 13 мая, ко мне в зал вошел, импресарио, и сказал, извини, я тебе должен сказать, ужасную новость, но ты все равно узнаешь, но лучше я тебе скажу, умер бы я не буду, вот, и он репетировал, для него его друг написал такие джазовые дуэты для кларнета и контрабаса, Мортен Гулд, очень знаменитый композитор, там довольно много дуэтов, а последний он ему подарил к 70-летию, и надпись есть у меня, копия этих нот, и написано, что, ну, что я тебе могу подарить, у тебя все есть, вот, вот, вот я тебе дарю этот дуэт, и Берни мне как сказал, ты знаешь, мне так стыдно перед Мортоном, он мне давно это уже подарил, я никогда это не играл, и вот, я в турне сыграю эти, так и не успел, он пришел с репетиции, он репетировал эти дуэты, репетиция была в джулиарской школе, там был такой, выдающийся контрабасист, Хомар Менш, вот они репетировали, он пришел с репетиции, у него было такое кресло, приходил, садился, разувался, и ему стало плохо, вот, и он пришел, он прямо лег в костюме, так, галстук освободил, лег в кровать, и умер, обширный инфаркт, и пришла вот эта его дама, и нашла его мертвым в постели, и совершенно удивительно, какую ему отдали дань, его соседи в городке, где у него был дом в Коннектикуте, это весь разнеслась, в общем, как звезда летящая, да, в одно, только об этом, все, радио, телевидение, только об этом, похоже, я был в Европе, я не видел, но вот когда умер, с Акстерм, было то же самое, я это видел здесь, когда умер Оскар Питерсон, он же жил в Миссисаге, конечно, в Канаде, остановилась просто вся жизнь, в городе, я с его племянником, учился в одном классе в хай-скул, серьезно, племянник, здоровенный парень, играл в футбол, музыкализовался, и Оскар пару раз приходил, конечно, останавливался, ты видел его, да, останавливался учеба, все выскакивали, он еще такой громадный дядька был, очень обаятельный, я хочу просто продолжить, в Коннектикуте, когда узнали, что он умер, все соседи, не сговариваясь, открыли окна и поставили пластинки с его музыкой, и весь город, значит, вот весь день звучала музыка Бенни Гудбина, это, конечно, удивительно, его там рядом похоронили, я иногда, первый раз заехал, всего три года назад, все как-то не мог, сфотографировал, послал дочери, конечно, вот, но маленькая, меня потрясло, когда я приехал на это кладбище, кладбище маленькое, я, наверное, минут сорок не мог найти могилу, серьезно? Да? Обычно же указатели какие-то, когда какие-то знаменитости, никаких, никаких указателей, вот такой вот маленький камушек в земле, и написано, Бенджамин Гудман, год рождения, год смерти, все, все, ни кларнета, ни музыканта, ничего, вот, и меня это как-то так поразило, вот, рядом лежит, справа от его вот этого камешка, такой же камешек, сестра, слева жена, все, ничего, да, я даже не знаю, хотел ли он, может быть, он хотел, потому что, если был бы какой-то памятник, такой, что такое, это было бы культовое место, куда бы только ездили, что ездили, фотографировались, а вот он так, кстати, мой педагог, который похоронен на Лонгайланде, точно так, маленький камушек, Леон Русианов, все, больше ничего нет, это, конечно, удивительная эпоха была, и она, конечно, ну, вот говорят, вот еще вернутся, славные времена, нет, эти времена никогда не вернутся, будут, я тоже, я хочу рассказать, у меня это так всплывает спорадически, на меня папа мой, ну, папа был оркестровый музыкант, он в Торонто был концертмейстом, очень на меня давил, что надо в оркестр садиться, и вдруг открылось место первого кларнета, концерт Гибау, это немножечко лучше, чем Торонто, Амстердам, один из лучших в мире оркестров, папин ближайший друг, Виктор Либерман, который был концертмейстером у Мравинского, а потом в концерт Гибау, с которым я сыграл первое турне с ночными молитвами кончей, с голландским оркестром, он папе позвонил, сказал, что у нас открывается место, и на меня папа и Виктор Семенович просто насели. Давай. И Витя сказал, я знаю, как ты играю, и приедешь раньше, я тебе покажу, как все, и познакомлю. Он говорит, я ничего не гарантировал, но у тебя очень хороший шанс. И я прихожу как-то на урок в жутком настроении, и Бенни мне говорит, а что ты такой хмурый? Я говорю, мистер Гудман, понимаете, такая история, на меня очень давит мой отец, концертмейстер, концерт Гибау, чтобы я садился, играл конкурс, чтобы сесть в первом планете. И он сказал, ну и что? Я говорю, я не хочу играть в оркестре. То есть вообще не хочу играть в оркестре, ни в каком. Ну и не играй, не надо. Мне папа все время говорит, что как ты себя прокормишь, и вообще на кларнете, сольная карьера, бред какой-то. И он мне говорит, слушай, ты талантливый человек, надо заниматься только тем, что ты любишь. Музыка это не работа, это не завод, не фабрика, чтобы ты ходил. Вот он сказал, не играй, пробьешься, все будет нормально. И я как бы, у меня был большой конфликт, я, конечно, играть не поехал, и спустя много-много лет, когда мы с Либерманом ездили, это был 98-й, скончили, уже во время гастроли, он сказал, Юлька, какой ты молодец, что не послушал меня и папу. Какой ты молодец, взвешивай, у тебя все сложилось. Вот это спасибо, он меня как бы тогда поддержал. Мне это было очень важно. Еще такая интересная история. У меня в юности была такая знакомая, она потом вышла замуж за моего друга. Потом они развелись, и наши пути полностью разошлись. И вдруг, когда я играл в «Корнеги-Холл» года четыре назад, ко мне прибегает совершенно экзальтированная какая-то дама, кидается, я ее не узнал. Она постарше меня, пожилая, полная женщина, и сказала, Юль, мне надо немедленно, прямо сейчас с тобой поговорить. Я говорю, послушай, Рен, я не могу сейчас говорить, тут куча народу, мне надо общаться с людьми. Мы должны все, я говорю, даже встретиться, давай созвонимся. Короче, она говорит, ты знаешь, мы столько лет не виделись. Она говорит, ты знаешь, что я с Бенни Гудманом дружила? Я говорю, откуда же я могу знать, как интересно. Она вообще такая высокого класса медсестра, сертифицированная, как тут говорят. И она работала в психиатрической лечебнице в Коннектикуте. И она говорит, туда приезжал Бенни Гудман. И я понял, что это второй год, когда мы с ним мало общались. Она говорит, что он был в ужасной депрессии, у него там были какие-то друзья в этой лечебнице. А она была очень красивая. А он вообще любил женщин, особенно красивых женщин. И она говорит, что мы с ним как-то задружились, при том, что он ко мне никогда не приставал. Все было очень прилично. Он любил со мной просто разговаривать, общаться. И она говорит, ты знаешь, у меня есть ученик из Советского Союза. Очень талантливый. Но, говорит, он немножко слишком такой, все хочет сразу. Надо как-то так. Все у него будет. И она говорит, он довольно много говорил об этом ученике. И она говорит, сидя на концерте в Карнеге-Холл, твой резюме, я обомлела, я поняла, что это ты. И когда я это рассказал дочери Бени, она говорит, я хочу с ней поговорить. Я сказал, ну, конечно. Я их свел. Они несколько раз общались, и даже там интервью записано. И вот когда она это все рассказывает. И дочь мне говорит, что ты понимаешь, какой он был закрытый. Он мог, скажем, я понимаю, что он тебе говорил какие-то вещи, которые он не говорил нам. Или вот эта женщина, с которой он встречался, иногда приходил в эту лечебницу, что он ей рассказывал какие-то вещи, а нам вообще ничего не было. Еще рассказал, мне еще очень интересно, ну, какой он был перфекционист, это все знают. Бывало, что у него был концерт настолько триумфальный, что его из зала приносили домой. Буквально на руках. Он запирался в своем кабинете и не выходил по три недели и ни с кем не разговаривал. В таком был депрессии. Почему? Он сыграл две неправильные ноты. Ах, вот так вот, да? Вот так. То есть он был абсолютно такой обсессионный человек с перфектностью. Вот. Еще существует Дик Хайман, который был, да и последний из Магикана, его 95 лет уже, великий джазовый композитор, который почти для всех фильмов Вуди Аллана написал музыку. Вот. И выдающийся джазовый пианист. И Бенни его взял под своего крылышка, ему было 23 года. Он взял его оркестр. У них есть записи на YouTube вместе. И Дик мне подарил диск, называется Live from Basel. Живая игра. Я когда послушал, я ему позвонил, говорю, Дик, так невозможно играть. Ну невозможно так играть. Это же живой концерт. Невозможно, такая перфектность у всего оркестра. Он сказал, возможно. Он говорит, ты не понимаешь, как мы репетировали. Каждую пьеску, там, четырех минутную, по 50 раз. Казал, что, при том, это все время, постоянно в день концерта, неважно. Вот. И он мне как-то сказал, ты знаешь, мы с тобой только два человека, которые о нем говорят искренне, очень хорошо. Потому что его коллеги не любили. Тяжелый был, да? Очень тяжелый. И как он очень жесткий был. Он, вот эта знаменитая поездка в СССР, этих великих музыкантов, даже не было его оркестра, собрали звезд. Но они были все его моложе лет на 20. Вот. Они его терпеть не могли. Он их даже по именям не называл. Он их называл, каждому обращался папс. Папаня. Вот. И они его ненавидели. Вот. Но все признавали, что из-за уровня стоило это терпеть. Потому что и у нас там в этом фильме потрясающий Джорджио в океан. Знаешь, что это? Нет, напомню. Ну, Джорджио в океан это как сол-юрок для классической музыки. Во-первых, человек, побоюсь сказать, он изобрел виниловую пластинку. Ах, вот так вот. Да. То есть, у него дома, мы пришли к нему интервью брать, которое длилось, наверное, часа три. Ему было 97, я думаю. Вот. Это я, когда вошел, у меня просто золотые диски, Майлз Дэвис, Эллингтон, Элла Фитджераллс, Билли Холлидей, все. Он был продюсером. Он был главным в мире классическим продюсером. Вот. И он организовал этот турнир в Советский Союз. Вот. И он рассказывал, что он, конечно, был очень жестким человеком, Бенни, но результатов, которых он добивался, игра стоила свеч. Ты часто слушаешь сейчас записи? Да, я все время слушаю его записи. Ты находишь там что-то новое? Все время нахожу что-то новое. Все время. Как у любого большого музыканта? Да, да, да. Да, конечно. Но он абсолютно удивительный. Юлик, спасибо. Спасибо. Я тут все написал. Ничего, ничего, ничего. Этот список мы даже 10%. Ну, еще когда-нибудь. Ну, вот будем встречаться с твоими друзьями. Мы немножко будем как вкрапливать. Будем. Какие-то моменты. Юлик, спасибо тебе большое. 13 июня – это годовщина смерти. Да. Да, Женя, обнимаю. И скоро будем в эфире опять. Спасибо тебе. Юлиан Митрис. Надежement Митрис. Абонир Митрис. Спасибо. Абонир Митрис. Осеное место?